Это был самый трагический период в истории Америки. За четыре года горькой и кровавой борьбы между севером и югом, более 600 тысяч солдат потеряли жизнь и еще тысячи вернулись с войны искалеченными. Эта чудовищная война коснулась почти каждой семьи, а для тех, кто остался в живых, жизнь уже не могла быть прежней. Эта серия фильмов развернет эпическое повествование о конфликте, изуродовавшем душу нации. Эта история гражданской войны в США от первых выстрелов у форта Сантор в 1861 году до печальной капитуляции конфедерации в деревушке Апаматекс, Кортхаус в 65-м. Редактор субтитров А.Семкин Гражданская война в США Путь к форту Сантор Рассказывает Джеймс Генри Хэммон, сенатор Лужной Каролины. А в любой социальной системе должен быть класс, несущий холопской обязанности, выполняющий тяжелый труд. К счастью для себя, Луг приспособил для этой цели другую расу. Рассказывает Фредерик Даглас, воевавший за север. Размышляя об Америке, я иногда восхищаюсь ее светло-голубыми небесами, плодородными полями, огромными озерами и горами, достигающими звезд. Но мы восторгасны при мысли, что на все это легло проклятие нечеловеческой сущности рабовладения. Из записок южного политика. Нам не нужна коммерция. Мы не нуждаемся в монофактурах и рабочем классе. Пока у нас есть наш рис, сахар, табак и хлопок, мы можем за счет своего богатства покупать все, что нам нужно. Свидетельство Джона Брауна, аболициониста. Я, Джон Браун, абсолютно уверен, что преступления этой ужасной страны могут быть очищены только кровью. В сущности, северные и южные штаты Америки шли к столкновению за много лет до того, как прозвучали первые фатальные выстрелы гражданской войны. До обеих сторон четыре года кровопролитной войны между собой, пожалуй, были единственным способом решить свои противоречия. Во многих отношениях стороны были несовместимы, были разделены между собой как два незнакомца, живущих в одном доме. Рассказывает доктор Маркс Нелл, центр Тайлера Муру. У людей в обеих частях страны была общая история, общая конституция, понимаясь общая религия и единый язык. Было одно крупное различие между этими регионами. Существование рабского труда южнее линии Нейсона Диксона и отсутствие рабского труда севернее этой линии. Доктор Арик Усбахер, военная академия. Промышленная революция успешно прошла на севере перед гражданской войной. Экономика севера стала индустриальной. Ко времени гражданской войны в США, в Пейтсбурге, уже рождалась сталь. В Нью-Йорке была агарная экономика. Юг занимался производством сырья, в основном хлопка и, скажем, табака. Поэтому южная экономика была гораздо терпимее к идее несвободного труда. В противоположность северу, который стремился поработить в качестве заводских работников теоретически свободных людей. До начала гражданской войны южи не полагали, что они этнически были тесно связаны с Британией, с британскими островами. Более чем с американцами-северянами. В распространенных тогда расовых теориях южи не считали себя разновидностью более чистой британской ветви, в отличие от северян, где всякие венгры, немцы и евреи испортили первозданную исконно британскую чистоту. Такие мысли были нередки в 19 веке. На их основе формировалось представление о нации южан, и они рассматривали себя стоящими выше, чем северяне. Доктор Уильям Кауфман стереотипным представлением о южане не было праздновать. Он не выработал владелец, надсмотрщик, который сам боится тяжелой работы, не интересуется ничем, кроме своего аристократического происхождения, своего претанциозного родства, который верил в любую кровь, текущую в жилах, его самого и леди, вцепившейся в его руку. Аналогичным стереотипом северянина был обыдловатый клейк-магазин или мрачный работник фабрики, оба в то же время были испорчены докатанцем северных городов. Они были вечно в погоне за всемогущим долларом, были почесывающими мытые плечи эмигрант, заживо гниющий в переполненных ночлежках Нью-Йорка, Бостона и прочих мест. Северяне согласятся с нарисованным стереотипным образом южанина, как и южане с обликом северянина. Но в тот период все они были американцами. Америка неузнаваемо изменилась после завоевания независимости от Британии в 1776 году. Тогда ее население составляло 4 миллиона. К 1861 году оно увеличилось до 31 миллиона, отчасти за счет приезда немецких и ирландских эмигрантов. Многие из тогдашних американцев проживали на севере. Крупнейшим городом страны был Нью-Йорк. В нем тогда жило более полумиллиона человек. В 1830-м Чикаго был точкой на карте. Теперь в Уэллс в нем уже жило 100 тысяч человек. Напротив, в единственном крупном городе юга, в Новом Орлеане, проживало только 150 тысяч человек. Огромные изменения в транспорте и системах связи удивительно повлияли на американское общество. Новые возможности, появившиеся в быстрорастущих городах, вызвали бегство из традиционных поселений и деревень в город. Цифры изумляют. В 1820-м одна 14-я часть обитала в городах, но 40 лет спустя в городах оказалось свыше 1,5-й населения. Эти демографические изменения повлили к тому, что после начала войны север имел огромное численное превосходство. 20 миллионов северян и только 9 миллионов южан. Еще более важным для будущего страны было то, что из этих 9 миллионов больше 4-х составляли черные рабы. И вопрос о рабстве в большей мере, чем другие, вбивал Клин между севером и югом. Разница была и в экономиках, юг и север. Были и культурные различия между северной частью страны и южной. Но основой, ядром всех различий, было наличие института рабства. Найдутся те, кто скажет, что гражданская война разразилась из-за того, что южные штаты хотели защитить свои права или свою независимость. Однако задавайте себе вопрос свои права на что. Да, они хотели защитить свою собственность, но вопрос о праве на их собственность упирался в вопрос рабства. Рабство было главной причиной гражданской войны, но, как указал Старм, только 25% южан имел рабов. Было большое количество нерабовладельцев, которые могли состоять в родстве с рабовладельцами. Хотя рабство стало катализатором начала войны, чтобы вовлечь в нее прочее население, требовались другие причины. Причины были связаны с экономикой, юга и интерпретацией ими конституции, особенно прав штатов. Кто же оставит жену и детей, оставит семейную ферму, оставит дом, чтобы начать воевать из-за тарифов? Но рабство сформировало разум южан, образовало основу их общества. Мотивом южан была угроза традиционному институту рабства. Возмущение рабства не сильно мотивировало северян, но в 1961 году рабство считалось достойно того, чтобы начать промывать кровь, вместо того, чтобы шуметь в конгрессе. Первые рабы были завезены из Британии в Вирджинии в 1619 году. В 1776 году одна пятая американцев была черной. Прибыльная торговля рабами процветала, и ею занимались в основном северяне. Но собрательное независимости рабство было запрещено в Семи Штатах. Оно сохранилось в Мериленде, Далавере, Вирджинии, Северной и Южной Каролине и Джорджии. В 1819 году было по 11 рабовладельческих и свободных штатов, а каждый штат, независимо от величины, имел равные представительства в Сенате, в котором возникло хрупкое политическое равновесие. Можно проследить, как в последующие десятилетия обе группы неумоленно расходились в разные стороны. Уже давно на севере, где преобладали свободные штаты, и на юге, в рабовладельческих штатах, возникли разные экономики и культуры. Связи между этими частями быстро угасали. Возникла атмосфера подозрительности и недоверия между ними, особенно на юге. На юге некоторые политики могли испытывать ревность, поскольку Север процветал в результате промышленной революции. Самые крупные банковские интересы были на севере. Ужество транспортных и коммерческих интересов были на севере. Там имелось много километров железных дорог. Но и на юге, хотя на юге имелись такие же возможности. Большинство лужан предпочло держаться прежнего быта, основанного на аграрном и сельском стиле жизни. Согласен, и на юге были крупные города. Существовало много факторов. Но Север преуспевал больше в сороковые и пятидесятые годы девятнадцатого века. Но юг не слишком размущали экономические успехи Севера, тем более индустриализация. Но юг раздражали попытки северных политиков протащить законы, выгодные только Северу, а не Югу. Например, закон о тарифах, реках и пристанях, который поддерживал перевозки и кораблестроения. А те были тесно связаны с Севером. В целом, все дискуссии о различиях сторон сводились к сравнению индустриального Севера и преимуществу аграрного Юга. И именно это больше всего раздражало южа. Ощущение того, что Юг отходит от общей экономики страны, еще более усилилось при неожиданном росте потребностей в хлопке. Он требовался для текстильных фабрик, возникших после индустриальной революции в Англии. Теперь институт рабства стал приносить Югу крупные дивиденды. Черные рабы стали неисчерпаемым источником дешевого труда. И к 1861 году производство хлопка на юге достигло поразительной величины 5 миллионов кип в год. Но хлопковый успех имел далеко идущие последствия. Рабовладельцы решили реинвестировать новые доходы не в сельскохозяйственные машины, основы рабов и новые земли. Скоро южная экономика полностью зависела от рабского труда. До гражданской войны региональная бедность оказалась ценой, которую пришлось платить за институт рабства. рабство победило почти всех, кроме небольшой рабовладельческой элиты. Не входил класс плантаторов и его непосредственные агенты, экспортные транспортные и прочие фермы. Для массы жителей юга и черных и белых рабство означало полное отсутствие работы и заработка. Экономически все довольно опасно. Если вы не можете зарабатывать, вы не можете тратить, а если вы не тратите, вы не вкладываете денег в экономику, чтобы она разнообразилась, расширялась, росла. Это равно относиться к свободной экономике и плановой экономике. Вот у нас хоть 5 миллионов белых рабов, экономически все выглядит одинаково. Рабство объединяет почти каждого. было много заметных отличий между северным и южным обществами. Северяне любят делать деньги, южанин любят их тратить, гласила популярная поговорка. Ужане несомненно считали себя обеспеченными, импульсивными, щедрыми, уважаемыми и почтенными. Мужчины относились к женщинам рыцарским. юг презирал якобы алчное и скупое северное общество с экстременем к наживе и слабой моралью. Южанин беспечный рыцарь и другие стереотипы в какой-то мере отражали суть. Южное общество было классовым. Унедленно считали себя обеспеченным. Появлялись очень богатые, весьма серьезно настроенные группа людей. Эти люди могли азартно играть, ходить на скачки, иметь собственных лошадей. Они были настроены серьезно и очень патерналистски. Они правили поместями сослугами, видели в себя носителей высоких идеалов, пусть гранили в стране рейцарства. Они были защитниками своих женщин и домов и придерживались от живших и странных взглядов на свои отношения с Европой. Они с Англией понятны, многие сегодня верили, что дело именно так и обстоит. Но запомним, что имелось очень много так называемого простого народа. Мелкие землевладельцы, мелкие фермеры не играли на деньги, за ними не ходили по пятам слуги. Они работали много и по долгу, чтобы обеспечить семью. Были и более существенные различия между севером и югом, которые были менее приятными для слуха южанина. Скажем, больше половины населения южных штатов были неграмотными. Образование не являлось там приоритетом. Почти половина белых детей южан не ходила в школы, в отличие от северян. Южное общество прославилось также своим насилием. Разногласия часто решались нападением, избиением, убийствами. А на севере большинство преступлений были направлены против собственности, кражи, грабежи, мошенничества. в каждом южном штате было народное ополчение, созданное еще и для того, чтобы контролировать растущее количество рабов. Южное общество признавало насилие, а раз рабство считалось на юге легальным, то можно было жестоко избить, изувечить раба. Это было дико и само по себе и способствовало большому росту усилия. Томас Джефферсон, сам вирджинский рабовладелец, говорил, что иметь рабов все равно, что держать волка за уши. Ты сам боишься и не можешь его отпустить. На юге имел место рядом стране рабов и в годы до получения независимости и после того. Руководители восстаний приняли самые мстительные качества человеческой природы, несмотря на то, что рабов было принято представлять как шутов, довольных своими оковами. Считается, что к кодексу чести и жан относились дуэли, практически вымершие во всех штатах окружных. Дуэли случались до самого начала гражданской войны. Южанин видел в себе дуэлянта. Суверянин видел в южанине непредсказуемого человека, склонного к драке, насилию, дуэли и схватке один на один. Но вряд ли проводились исследования, которые бы показали, что в 19-м веке житель Нового Орляна или Чарльстона был более задирист, чем житель Бостона или Нью-Йорка. «Для рыба не бывает и подобия рассвета, для рыба всегда ночь, вечная ночь». Ожидается, что рыбы будут работать пока светло, и они будут работать проворно. Я не против, если они насвистывают веселые мелодии, но протяжные не разрешаются. Музыкальный темп поддерживает работу. Пусть не со всеми рыбами обращались плохо, трудно даже представить повседневную жизнь большинства рыбов. С восходом их ждал непосильный труд, с закатом возвращение к суровым бытовым условиям. Рожденный в околах раб вел жизнь, зависящую от капризов хозяина, державшего под контролем его каждодневное существование. Продать раба, избить раба, убить раба. На юге очень мало считались с законом. Раб не мог жениться без разрешения хозяина, и это не был легальный враг. В результате на юге имели место душераздирающие сцены, когда семьи черных рабов разделялись, людей продавали разным владельцам, и они больше никогда не встречались. Жизнь рабов варьировалась согласно принятой практике, согласно местным обычаям и отношениям с хозяином. Были рабы, жившие и работавшие в городах и были работавшие на хлопковых полях. Можно рыть канаву под дождем или быть сапожником в мастерской с крышей над головой и с теплым очагом в углу. Условия жизни одного раба могли сильно отличаться от жизни его товарища, жившего в нескольких километрах. Чем дальше на юг, тем было хуже. Медритянское выражение «продан на юг» восходит к периоду, когда владелицы из более северного штата придавали раба ниже по течению реки Миссисипи, на плантации крайнего юга. Более северные штаты имели законы, защищавшие рабов, и они исполнялись лучше. Например, в Миссури законы предотвращали убийство рабов. Случалось, что белых приговаривали за убийство рабов. Впрочем, бывало, что имея закон, штат не думал его выполнять. Были несколько групп рабов-владельцев, кто-то понимал, что раб является человеком, которым руководят понятные мотивы, и такие старались обращаться с рабами вполне прилично. А были те, чьи разум был замутнен разнообразными расовыми теориями, такие верили, что на рабов можно воздействовать только кнутом. Один был из них маленьких детишек, которые не слушаются, пока их не накажешь, которые должны тебя бояться. Они били рабов за малейшее нарушение. Для большинства рабов жизнь была суровой, и другой альтернативы они не видели. Но юг признавал только экономическую реальность, а южная экономика гордо опиралась на институт рабства. Изменений не предвиделось, к ним не было стремления. Совсем напротив. Рабовладельческая экономика и все, что из нее вытекало, стало тем, во что люди верили, за что они вскоре пошли сражаться и умирать. Не надо представлять, будто север горел желанием социальных изменений. Большинство северен, кроме евангелистов и квакеров, были безразличны к мучениям рабов на юге. Напротив, в Нью-Йорке строго соблюдалась сегрегация по цвету кожи, и только белые, оказавшиеся в отчаянной бедности, вели неспокойное сосуществование с черными в развалившихся домишках. Согласно журналу Liberator Уильяма Гаррисона, первых аболиционистов равненавидели на севере и на юге. Для северян аболиционисты были только неприятным раздражителем, но для переменчивых южан они были серьезной угрозой их образу жизни. аболиционисты были радикальной группой протеста. Они верили, что рабство зло, что рабовладельцы зло, что рабов следует освободить немедленно любым путем, включая и насильственной. Аболиционисты не стояли за равенство, и они верили, что черные равны им социально, экономически и элиморально. Нам не следует воспринимать их как великих борцов за права черных группов. Это неверное представление. Уильяма Гаррисона был баптистом из Массачусетса. Он отчаянно ненавиден рабство, видя в нем оскорбление для Бога. Он публиковал пламенный эволюционистский журнал «Либерейтер». Его лозунгом было «Не надо умалчивать, и меня услышать», что говорит о его характере. Он однажды публично жжег американскую конституцию как документ, защищающий рабство. Эта прямота привела к тому, что Гаррисон считался экстремистом или чудаком даже среди своих сторонников. Часть людей, кто читал специальную литературу и политическую периодику, откликнулась на слова Уильяма Гаррисона. Они были согласны и считали рабство национальной проблемой Соединенных Штатов. «Если вы согласны с Гаррисоном, то потому, что вам в руки попадал полетитель его в ума, а если не согласны, то вам, возможно, придется спорить с соседом, у которого на столе тоже лежит экземпляр Либерейтера». Постепенно эволюционисты стали приобретать большую поддержку. Этому способствовали книги типа «Хижины дяди Тома» Гаррид Бичерстоу. Бичерстоу евангелистка из Коннектикута, из семьи известных социальных реформистов. Она никогда не жила на юге, но была на Лагае. Все, что она знала о рабстве, она узнала в виде надействия рабовладельцев в штате Кентукки, на другой стороне реки. В написанной ее книге показаны двуми рабов, Чордж и Райза. Они с ребенком бегут от хозяев на север в Канаду. А в конце концов оказывается в Либерии. Более проблематичной является фигура Деви Тома, который напоминает Христа. Он невероятно терпелив, он невероятно покорен, он подставляет другую щеку и наконец становится мучеником. Его забивает насмерть жестокий надсмотрщик. При этом книга является сентиментальной мелодрамой, повозносит семейные ценности. Основной аргумент книги рабство разлучает семьи. во многом именно это настроило мнение американцев севера против рабства, да и европейцев тоже. Эта книга дает пример того, как эмоциональная и даже сентиментальная литература может задеть в людях чувствительную струну. книга была напечатана в Майошнел июля разошлась в 300 тысячах экземпляров при первом издании стала мировым бестселлером. Слежда дяди Тома сделала тему рабства популярной среди простых людей, которые не читают листовки аболюционистов и, возможно, не ходят в церковь, где проповедник и ярый аболюционист. Это относится также к заграницам. книга подняла тему о рабстве в Америке сначала в Канаде, потом в Англии. Эта тема вызвала интерес даже во Франции, когда книгу опубликовали там. Вся Европа видела рабство в Америке глазами Гэрри Бичу Стоу и ее дяди Тома. В 1856 году родилась Республиканская партия, первая крупная политическая партия, вставшая против распространения рабства на западных территориях. События в Канзасе 1850 года показали, что страна сделала еще один шаг к войне. Канзас встал перед выбором. Он свободный, рабовладельческий штат, что быстро скатился кровавым раздором, заслужив горькое прозвище кровоточащий Канзас. Стало ясно, что вопрос невозможно решить нервными демократическими средствами. республиканской партия республиканской партия родилась под домовым моментом и потребовалось немного времени, чтобы она стала доминирующей политической партией на севере. Но еще незадолго перед гражданской войной она не была аболиционистской партией как таковой. она возникла как партия противников распространения рабства в штатах и территориях на Западе. Считалось, что западные территории должны стать анклавом свободного труда белых. Не позволят богатым южным плантаторам переселиться на эти территории, приведя с собой рабский труд. Они несправедливо получат преимущество на простым человеком не среднего класса, который переезжает туда со своей семьей. То есть республиканская партия была не против рабства, но за свободный труд, особенно на западных территориях. В 1857 году южная экономика в основном избежала хаоса, вызванного паникой в финансовых организациях Холл-стрита. потребность в хлопке была по-прежнему сильна, и воюй смотрели с плохо скрываемым изумлением на потуги северной экономики. Для ужин это было еще одним основанием защищать привычный образ жизни. В ночь на 16 октября 1859 года произошел первый акт разворачивающейся драмы. Это был печально знаменитый налет Джона Брауна на федеральный арсенал в Харперсферри, штат Вирджиния. Неудачная попытка поднять рабов на открытое сопротивление. Браун дважды женатый фермер 59 лет, отец 20 детей был фанатичным апболиционистом. Сейчас пожелание Джона Брауна назвали бы террористом противником рабства или борцом за свободу в зависимости от ваших взглядов. Джоном Брауну обладали уверенность, что с ним общался Бог. Он повелел уничтожить рабство и людей, которые помогали его сохранять. Он провозгласил себя капитаном антирабовладельческой партизанской войны в Канзасе и вместе с последователями извел группу поселенцев, поддерживающих рабство в паталады и криги. Извел по помощи сабель. Вот таким способом мстил оскорбленный Бог на равнинах кровоточащего Канзаса. Джон Браун был очень настойчив. Он был весьма настойчив. Посмотрите на его фотографии, его глаза, смотрящие на вас, и вы увидите его настойчивость, а так же то, что он был не совсем себе. Он был ненормален. с сыновьями рубил людей на куски, и они строили безумные планы безумных людей под командованием безумцев. Его настойчивость была сродни настойчивости тех безумных лидеров, которых Гитлер использовал для менее благородных целей. Браун оказался способен провести за собой людей, своих родных и друзей ради своих безумных замыслов. Веряя, что налет на Харперсфейре был благословлен Богом, Браун не подумал о серьезных приготовлениях, которые давали больший шанс на успех. Его отчаянная попытка провалилась в военном отношении и не смогла разжечь в рабах мятежное безумие. Группа из 18 человек, в которой были три его сына, захватили арсенал. Но вскоре их окружили сначала местные жители, потом морские пехотинцы под командованием полковника Роберта Ли. В последовавшей схватке девять сторонников Брауна были убиты, включая двоих его сыновей. Браун был ранен сабельным ударом во время штурма и отправлен в тюрьму ждать суда за измену штату Вирджиния. Попытка встания Джона Брауна произошла в Западной Вирджинии, тогда еще часть Вирджинии. Суд Вирджинии судил его за измену и убийство. Вирджинии, что привычный для них институт рабства подвергается уже насильственным нападкам со стороны северян. Во время суда Браун намеренно и уверенно сумел представить себя не террористом, о мучнике. Он писал жене, что уверен в том, что его повесят, и что лучше быть поверженным, чем оправданным. Свою защиту Браун вел мастерски и красновечиво. Его цель не измена и не метеор, а только стремление освободить рабов. И в других обстоятельствах другие люди за те же самые действия в их пользу наградили бы его. Он утверждал, что он приехал в Вирджинии не бунтовать рабов, а освободить их и вооружил для самозащиты, хотя об этом не усмотрели различия. на суд оказалось большое давление со стороны многих лужан, и, дая возможность, они не судили бы Брауна, слаживы вздернули надежно. Без долгих проволочек пеполив Брауна и его деятельность в Канзасе, суд признал его виновным в убийстве и попытке взбунтовать рабов и приговорил к повешению. Отчасти Брауна можно было сравнить с Христом, он не представлял себя как мученика, описывая, как прольется его кровь и смешается с кровью миллионов рабов, выпивающие из американской земли, его родной земли. Когда его повесили, весь север замолчал, церковные колокола зазвонили, а газеты представили казнь как распятие. после суда над Джоном Брауном и исполнения приговора север получил первого героя мученика, а юг подтверждение истинных намерений севера. Пророческие слова Брауна, обращенные к его палачу, ярко выделяются на страницах американской истории. Я Джон Браун абсолютно уверен, что преступления этой ужасной страны могут быть очищены только кровью. Но Риттли Браун предполагал, что его имя зазвучит из уст тысяч солдат севера, готовых схватиться с врагом южанином. Джон Браун лежит в земле, но его дух идет вместе с нами. Там событие ускорялся, южные штаты открыто заговорили о выходе из Союза. Нашлись люди, которые яростно защищали свой образ жизни, гордились своим хозяйством, избегали любых перемен и боялись восстания рабов, хотя по сути их прежняя подозрительность к северу просто заменилась открытой враждебностью. После момента Брауна на Харперсфере были и другие события, например, волнение в крестьяне штат Пенсильвания. Рабовладелец из Мэри Ленда попытался вернуть беглого раба на основе соответствующего закона 1850 года, но был при этом убит. Южане видели в этом заговор, подрывающий институт рабство и покушение на собственность и гражданские права южан. Южане ошибочно связывали Джона Брауна с республиканской партией, и они стали формировать ополчение по всему югу. В мятеже Брауна они увидели подготовку вторжения республиканцев и, готовясь к отпору, вымазали в дегте и перьях несколько северян, случайно подвернувшихся под руку. Их вынесли на бревне, за город, коль-кого речевали, еще и закрыли предприятия некоторых северян, которых выслали. Таким образом, и политики, и общественное мнение все больше двигалось к открытому разрыву между севером и югом. В некоторых более космополитических городах юга были случаи насильные по отношению к отдельным лицам, выражавшие скорее индивидуальные отношения нападавших, неопонятные как южная преданность. Еще важнее оказалось то, что часть юга поддержал демократическую партию, которая не выступила в поддержку рабства. Члены этой партии на юге выделили свою платформу, ясно выступающую за сохранение рабства. Тем самым была расколота оппозиция республиканцам. Правда, Лунгкен и других республиканцев не было в списках кандидатов от 10 южных штатов, поскольку и кандидатов, и их агитаторов скорее всего линчевали бы на месте. Но раскол измешательства среди демократов привел к успеху республиканцев на выборах 1860-го года. Хотя не собрав меньше 40% всех голосов, республиканец Авраам Линкольн был избран президентом США в 1860-м году. Попытки нового президента замирить и успокоить юг были напрасными. В конце декабря Южная Каролина передовой край сторонников отделения решила выйти из Союза. В скором времени ее примеру последовали Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Ньюзиана и Техас. На съезде делегатов в Монтгомере штат Алабама Джефферсон Волис, сенатор от Миссисипи, был избран первым президентом конфедеративных штатов Америки или просто конфедерации. Александр Стивенс, вице-президент конфедерации, произнес 21 марта 1861 года речь в Саванне, штат Джорджия, показавшая непримиримые различия между новыми двумя нациями. Краеугольным камнем конфедерации является истина о том, что негр не равен белому, что рабство или подчинение высшей расе это естественное нормальное состояние. Наше новое правительство впервые в истории базируется на этой великой физической философской и моральной истине. Не все южные штаты проголосовали за отделение. Вильджиния, ставшая потом главным театром гражданской войны, проголосовала против два к одному. Арканзас и Миссури решили остаться в федерации. Некоторые штаты были настолько безразличны, что даже не созывали ради этого съезда. Северные штаты смотрели на это с удивлением. Ясно, что нужно что-то делать. Вернуть заблудший юг на место. Но что делать? Южные штаты сумели образовать конфедерацию, но северные штаты были выведены из себя. Они негодовали на то, что южане удивились. Создав отдельную страну, они расторгали союз. Все газеты вышли с заголовками о том, что Соединенные Штаты распались. Народ гордился своей страной. Многие северяне разозлились. Это восприняли за оскорбление. Неужели юг разрушает федерацию из-за вопроса о рабстве? Возникло стремление найти пути к воссоединению, а перспектива войны приветствовалась. Считалось, что южным рабовладельцам рабовладельческой аристократии, так называемой рабократии, нужно было дать серьезный урок. Помимо явного столкновения и идеологии, были практические соображения. Например, то, что два федеральных гарнизона оказались теперь в новой конфедерации. Что-то надо было делать с фортом Пиккинс в Пенсаколе, штат Флорида и фортом Самтер в гавани Чарстона. В юноре 61-го года торговое судно «Западная звезда» попытался святив гавнь форта Самтер, но кадеты военного колледжа Южной Каролины огнем береговых батарей заставили судно вернуться, не доставив необходимого груза. Чувства закипели на севере и на юге. Позиции сторон становились все более непримиримыми с каждым днем. форт Самтер начал приобретать символическое значение. Блонжан это было вызовом. Военное сооружение федералиста в самом центре конфедерации, а ведь Южная Каролина была первым мятежным штатом. Для севера перспектива покинуть форт добровольно была неприемлема. Линкольн принял роковое решение. Гарнизону будет оказана помощь. Но было строжайше приказано использовать силу только если солдаты Южной Каролины откроют огонь, как это было с торговым судном. Линкольн не хотел принимать на себя ответственность, если вопрос отделения придется решать в вооруженном столкновении. Но возможность политического решения стала практически невозможной, хотя и были попытки прийти к компромиссу. Балансирование на грани не могло продолжаться вечно. Юг смирился с тем, что только поле и ядро разрешат ситуацию. Этот взгляд разделяли и многие на севере. спасательный конвой Северян ожидался 11 апреля, но конфедераты потребовали сдачи форта Сантерн. 10 апреля командующий фортом майор Роберт Андерсон дал отказ. Но через несколько дней по расчетам конфедератов гарнизоны прибудет помощь. А что если спасательная экспедиция это уловка федералистов? Командиры конфедератов задавали себе вопрос зачем ждать когда можно рискнуть? 12 апреля 61 года в 4.30 войска конфедерации начали обстрел федерального гарнизона в форте Сантерн. прозвучали первые выстрелы гражданской войны в Соединенных Штатах. Первый выстрел произвел пламенный сторонник отделения Эдмонд Раффин из Лени. Ему было 67 лет он имел длинные седые волосы и он считал что право сделать первый выстрел является честью которую нужно оказать ему. Второго командующего форта Сантерн звали Даблдай. Он лежал в постели когда примерно в 4.30 утра пуля пущенная Раффином влетела форт и попала в стену на 2 фута выше головы Даблдая. Видимо Даблдай и дальше оставался в постели потому что федералисты не открывали ответного огня еще 2 часа у них не было возможности отвечать на обстрел в форте не было даже запалов для пушек а тем временем огонь конфедератов усиливался одновременно один из артиллеристов конфедерации звали Дэнион Хау его подчиненные плохо прочистили ствол орудия в результате пушку еще заряжали когда она преждевременно выстрелила Хау лишился руки он почти сразу умер Хау стал первой жертвой гражданской войны после этого жертв было немного а среди солдат севера почти никто не пострадал за первые 34 часа бомбардировки форт Сантер выдержал больше 600 бояных попаданий но ни один солдат федералист не был убит или серьезно ранен самому форту однако досталось понимая безнадежность своего положения 13 апреля Андерсон сдал форт ему и солдатам разрешили взойти на борт судов предывший спасательной экспедиции ее командующий сам по происхождению лежанин принял у Андерсона изрядно потрепанный флаг который несколько часов назад гордо развивался над Чарлстоном городом конфедерации удивительно из всего гарнизона пострадали четверо все были ранены а единственная смерть имела место 14 апреля после сдачи форта гарнизон покидавший форт получил разрешение советовать флагу во время этого мероприятия заложил игру и один солдат был убит единственная единственная смерть среди гарнизона форта Сантер имела место после обстрела и сдачи форта обстрелы и сдачи форта Сантер очевидно стали казусом Белли и гражданская война перешла в настоящую войну для войны должна быть причина должен быть спущен курок и события у форта Сантер привели все в движение напряжение между севером и югом нагнеталось давно неуверенность нарастала но конец неуверенности положили события у форта Сантер стороны испытывали облегчение позиции наконец прояснилось началась война добыча не достанется победителю президенту Линкольну оставалось только использовать армию пока он призывал 75 тысяч волонтеров чтобы подавить мятеж отделились еще несколько штатов конфедерация приветствовала вступление северной королины Теннесси Арканзаса и Вирджини а север охватила волна патриотического Нарвения и тысячи волонтеров собрались под знамена чтобы привести к покорности мятежный юг и О чем думали люди, вступая в армейские ряды? Знали ли они, что им предстоит? Ни одно быстрое и славное сражение, ни один решительный удар, который решит исход войны, а четыре мучительных года бойни и кровопролития. Мог ли кто-нибудь в любом из двух лагерей предвидеть события? Можно ли было каким-то образом их изменить? Барабаны войны звучали все громче, и трудно было поверить в такую возможность. Нейтральных в этой войне не будет, только патриоты и предатели. Адвокат Стивен Даглас. Независимо от моих прежних политических взглядов, я чувствую только одно. У нас есть правительство, законы и флаг. И они должны оставаться. Бурлис Грант. Офицер. Мне так не терпелось начать, словно тысячи булавок вонзались в каждую часть моего тела, и я начин на неделю раньше, чем мои братья. Франк Биг, южный солдат. Улица Чарлстона заполнена вооруженными людьми. Они поют и гуляют. Жажда сражения кипит в их венах. На их щеках цветет румянец, называемый упоение победой. Уильям Рассел, английский журналист. Автор сценария Стив Гиллиан. Продюсер сериала Одри Хилли.